Привет, друзья! Сегодня мы попробуем сделать трек за 5 минут с ребятами, которые сделали треп-версию Мурки для Асапа Рокки. И сейчас мы начнем делать биточек с подделионом, и потом подтянется Мэтакс, и попробуем сделать из этого интересную историю. Так что посмотрим, что из этого получится. Поехали! У тебя какая версия в FL Studio? 11-я. 11-я. Выглядит она как будто четвертая. Просто уже привыкаешь к новой. 20-я, да. 20-я вся такая круглая такая. Да. Так, давай что-нибудь начнем делать. Это с аккордиков, да, или с мелодии? Сейчас. Я с аккордиков, так сказать, чтобы вот прям простенько, быстренько. Мое любимое просто это электропианино, Lounge Lizard. С него всегда начинаю. Так, погнали. Лайфхак, кстати. Расскажи подробнее наш зритель, потому что не успевают все. Заходишь сюда, выбираешь корд. Здесь куча аккордов. Я, типа, пользуюсь всеми. В основном вот седьмыми и девятыми, но сейчас давайте простенько напишем на миноре обычном. Ага. Ну вот и все, господи. Продолжать, я думаю, нет смысла. Ты два аккорда все решил сделать. Ну пусть будет. Для первого квадрата это вообще хорошо. Так, потом нажимаем, выделяем все, нажимаем Alt Strum и получается вот так. Все, красиво. Вот этот вот возьмем. Давайте еще один из Мемфиса возьмем. Ты его застемплируешь? Да, ну это вот как раз в стиле бабушки, короче, вот эта вот история, типа. Используешь Мемфис с 94-го года. Лупы старые. Расскажи зрителям, что это такое? Это просто старые лупы? Это старые лупы треков 3-6 Mafia, треков Juicy J. Короче, это вот прям то, с чего начинались Suicide Boys, Jimbo Tvet и куча еще других артистов, которые делают именно фонг. Вот мы сейчас делаем, что это соул фонговое. Так. Чуть-чуть подрезать надо тут. Ага, хорошо звучит. Вот это бабушка соул версия, сказать. Ну-ка. Возьмем у дядюшки Ронни Джей Снэйр. Залейрим его вот с этим. Погромче. Снэйр погромче. Ну, когда бочку добавишь, сразу же пойдет кач. По-любому. Вот так хорошо. Угу. Так, теперь чуть-чуть подвинем этот Снэйр. Чуть-чуть оффсет делаем. О. Вот так хорошо. Так, мой любимый кик-драм теперь. Это вот этот вот. Вот так вот его возьмем. Я не очень люблю перегруженные, теперь уже не люблю перегруженные кики, поэтому мы его сделаем сексуальным. Мягеньким. Да, такой спокойный. Но мы его будем играть на октаву выше. Это мой лайфхак, расскажу всему интернету. Так. Ты другой потом кик подложишь, или будет только один вот этот? Только это достаточно, поверь мне. Хорошо звучит. Если играешь вместе с 808-ой бочкой, то очень хорошо звучит. Я не знаю почему. Типа оно чуть выше идет. Ну, оно более звонче, ярче. Ну, да, да. И он занимает и низа, чуть-чуть совсем, и серединку. Вот он. В Lex Luger pack, если вы юзаете его, незатюненный бас, поэтому его на три тонны надо поднять. Все будет четко. Вот так. И вот так сделаем. Давай, погнали. Какие у нас аккорды тут начиналось? По-моему, вот так. Все, пошло, жарю. Все. А здесь вот так сделаем сейчас. О! А ты будешь слайд делать, или так-нибудь? Ну, можно сделать слайд по классике. Ну, типа, оно надо ли? Ну, сейчас, что в тренде? Слайды есть в тренде? Слушай, не знаю. У меня, в моей селенной слайды были в тренде еще 4 года назад. Поэтому я хз. Ну, типа, давай не будем. Давай не будем. Овердрайвы, вот эти слайды. Ну, их нахер. Фонку должен быть прям фонком. Я тебе слайды уже надоел и рисовал. Так, сейчас. Ты всегда в флки писал? Да, вообще всегда. С какой версии? Блин, ну, когда там первый раз, знаешь, скачал, уже снулся, удалил. Наверное, 8-ая или какая там была. Наверное, 6-ая. А я что-нибудь типа EJF пробовал? Да-да-да, первая самая, это EJ, конечно, была. Ну, типа, классическая история, как у всех. Бэдрум музыкантов. Вот, здесь косяк. Сейчас. Вот так вот сделаем. Ммм, окей. Окей, здесь все хорошо. Сейчас мы сделаем еще, добавим. Сейчас что-нибудь попробуем придумать. Ты любишь родные бастоплагины? Всей душой. Не, я мечтаю о том дне, когда я прям запарюсь и скачаю все. Просто лень, да, это все ставит? Пока вообще, да, типа. Согласись, и на этом тоже можно все делать. Ну, конечно, конечно, я, в смысле, пол-альбома сейчас себе написал на стандартное. Ну, и сэмплирование, грамотное. Так вот сделаем чисто для... А, ну да. И, ребятки, пожалуйста, делайте, не делайте бас в стерео. Я знаю, что это модно, но, пожалуйста, делайте его в моно. Вот. Почему? Объясни, почему. Ну, блин, ты прикинь, ты в клубе тусуешься по трек, который ты написал, а там баса нет. Это же страшно, ты же обосрешься. В клубе, типа, все системы, они в моно. Типа, в клубах большие колонки, они в моно. И ты прикинь, типа, ты написал бас, который внизу на самой частоте нужный, который человека заставляет двигаться, в стерео, значит, его в моно нет. И, типа, нет баса в твоем треке, но это полная жесть. Типа, это ужасно. Вот. Если вы делаете бас в треке стерео, сделайте сейв бас кнопочку вот в этом плагине, один стерео контрол, и все будет за***тись. Вот. Либо лейрте, но я не буду углубляться в это. Так, все, с этим мы разобрались. Вот это еще можно сделать в стерео. Вот так. Есть. Все. Так, и теперь, да, мелодию можно сделать. ГМС, мой любимый. Ой, ну вот это, наверное, можно сделать. Ой. Потише. Угу. Что-нибудь тупое сейчас сделаем. Угу. Хорош. Вот это первое нормальное было. У какого-то ютюбера подсмотрел реверб, он вот так вот любит его делать. Я теперь тоже полюбил. Мне нравится, когда реверб прям такой прям криспи. О, там хвостик есть у него. Дилей добавим. Угу. И вот так вот второй присед стерео шейпера. Классика. Ага. А, кстати, насколько я знаю, короче, спайр плагин. Это русские ребята сделали, по-моему. Я тоже слышал, но я не проверял. Я тоже не проверял, но, блин, меня так радует, что этот плагин сделали русские ребята, потому что это охуенный плагин. Типа тут есть все мейнстримные звуки. И он проект, кстати, не грузит. Вообще, ну нет, он на моем грузит, как бы. На нем даже калькулятор будет, проекты грузить. Вот. Но в целом, да, это очень круто. Сейчас, где мой звучок любимый? Почему любимый звучок кофе? Такой, типа, около Deep House. Но можно что-нибудь другое взять сейчас. Между Марио и Deep House. Ну, вот это вот возьмем. Во. Сейчас мы его еще испортим, чтобы он вообще этот звучал, как не знаю кто. Эффектор, вот. Это 11-я FL-ка, по-моему, здесь эффекторы есть. Вот так же, как бас бабушки. О. Лоу-фа им. Мы его лоу-фанем. О, красиво. Ну и классический глич какой-нибудь. Давайте сделаем. Пусть будет. Ну, что-нибудь такое. Для движения. Ну, ты сразу пишешь так, чтобы потом не сводить, да? То есть, уже, в принципе, все готово. Ну, типа того. Нет, я, конечно, потом под... Чуть-чуть. Ну, переделываю что-то, но в целом, да, картинка, типа, есть. Все равно ковыряться же надо, понимаешь? Ага. Так. Ого. Асю. Развитие будешь делать? Все. Нет. Ну, я хочу попробовать. Хм. Наверное, вот так. Проверим. Ого. Это будет злобно. А сильно добрая? Ну, а если добренького... Да, вот так. Можно вот так сделать. Как бы ничего страшного и криминального в этом нет. Тоже струмнем по-быстренькому. Вот так. И вот так. Что, он хрипит у меня уже все. Теперь структуру делаем. Да. Да, 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 да. Добавили такую историю. Прямую бочку? Ну, пусть будет, пусть будет. Я думаю, люди любят прямую бочку. Я тоже люблю прямую бочку. Чуть-чуть вставочку сделаем. Но в целом, да, давайте расставлять по структуре. Что у нас тут есть? Начало. Аккорды. Можно даже вот так начать. Очень хорошо. Так, эту историю надо громко потише сделать. Хотя... Давайте вот так вот сделаем просто. Угу. Вот так. И пошел пупняк дальше. Ну, все, в принципе, основа бита готова. Теперь попробуем записать выдающий вокал. Сейчас позовем Диму, и он что-нибудь зафристайлит. Ну, и теперь записываем вокальчик. Что, есть какой-то текст, да? Ты уже накидал? Такая зарисовочка, накидал, да, можно сейчас оформить. Погнали. Эй, 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 эй. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставь лайк, если тебе понравились танцы Димы. Ну, а, конечно, напишите в комментариях, как вам наш трек за пять минут. Подписывайтесь на канал. Будем снимать подобный контент чаще. До новых встреч. Пау!